Добрый вечер, друзья! Вы смотрите ОстВест, немецкий канал на русском языке. Меня зовут Мария Макеева, я главный редактор канала ОстВест. Вечер среды, в эфире программа «Что бы это значило?», которую точно не пропустят наши постоянные зрители. И вы, именно вы можете стать одним из них, подписавшись на ОстВест в фейсбуке и в ютубе. А если вы к тому же поставите лайк и нажмете на колокольчик, то, счастью, команда ОстВест не будет предела. Зрители стали спрашивать меня также, я надеюсь, команда ОстВест, еще за мной аппаратная видна вам, кто эта девушка? Рядом с режиссером Сергеем Финном, которого, конечно, все знают. Настало время представить Катю Фисенко, это второй режиссер программы «Что бы это значило?», и именинница у Кати сегодня день рождения. Ура, Катю поздравляю! Надеюсь, к поздравлениям присоединятся наши зрители тоже. И хотелось бы, конечно, друзья, чтобы все было так же посидивно, как сегодняшний день в редакции, но нет. В этом выпуске мы вспомним много всякого разного, вспомним о том, что вообще-то помимо ковида на планете многое плохого. В Германии серия нападений на синагоги, это происходит на фоне арабо-израильского конфликта и его очередного обострения. Не успели посмотреть салют из Москвы, как новые жуткие кадры из Казани, а ведь совсем недавно казалось, что школьный шутинг – это такое исключительно американское явление. Привет оружия – так можно было бы назвать и репортаж из Украины, где молодые люди обоих полов участвуют в военных учениях, самоорганизованных, насколько я понимаю, готовясь отражать возможные атаки со стороны России. В Берлине, отмечавшие 9 мая граждане, говорили нашим корреспондентам, что не хотят допустить переписывания истории с Западом. Мы ответно поговорили с кем? Правильно, с немецкими школьными учителями. Уж они-то точно знают, что там в школьной программе в немецкой по этому поводу. Вы удивитесь, но в отдельных землях Германии, в обычных школах, не в гимназиях, вообще нет уроков истории. А что же есть? Скоро вы узнаете об этом, смотрите в нашем репортаже чуть позже. Ваши комментарии по всем пунктам, по всем видео. Жду прямо под этим стримом в Фейсбуке или в Ютьюбе, в зависимости от того, где вы смотрите эту программу. Соблюдайте правила ОСТВЕСТ, хочу вам напомнить об этом. Будьте приятны, честны, но взаимовежливы. Потому что в противном случае у вас не получится больше смотреть репортажи ОСТВЕСТ, мы вас с этой возможности тогда лишим, да-да. Субтитры создавал DimaTorzok А в чистом поле? В чистом поле система железный купол, то есть израильская система противоракетной обороны, которую мы накануне, благодаря современному развитию соцсетей, могли наблюдать в действии, но лучше бы, конечно, у нас такой возможности не было по понятным причинам. Палестина выпустила по Израилю порядка 500 ракет, 150 не стартовали, как следует, 200 ударов были отражены вот этим самым железным куполом. Израиль ответил, что серия авиаударов есть погибших с обеих сторон, и все мы знаем, что этот конфликт один из самых нерешаемых на свете, наверное. Тем временем в ряде немецких городов начатое расследование по поводу атак на синагоге. Все это происходило в тот же самый день. В Мюнстере 13 мужчин сожгли израильский флаг перед синагогой накануне вечером, все 13 задержаны за нарушение ряда законов, включая закон о защите от инфекции, который запрещает многочисленные собрания. В Бонни вход в синагогу поврежден камнями, молодые люди атаковали здание, сожгли израильский флаг на ступенях, после чего были задержаны. В понедельник вечером расследование началось в Дюссельдорфе, тоже аналогичная история повреждена мемориальная табличка на здании, где до того была синагога, и табличка, собственно, об этом и гласила. Министры социальной политики и министры юстиции Германии выразили свое отвращение антисемитскими актами. Кристиан Ламбретто отметила, что в Германии такое наблюдать особенно мерзко, но кроме дополнительной охраны для синагог ничего не предложила. Что скажете на это вы? Из твиттера всегда восхищался Израилем, государство буквально живет в кольце врагов и не считает это поводом для подавления демократии. А в Путинской России, пишет автор этого твита, уничтожили все политические институты под предлогом борьбы с врагами, которых сами же и выдумали. Кстати, об угрозах и о том, как подавление политических свобод точно от них не освобождает. Субтитры создавал DimaTorzok После трагедии в российском городе Казань в соцсетях много пишут о том, что нужно запретить продажу оружия, а также о том, что в Германии точно не показывали бы допрос явно сумасшедшего нападавшего и не называли бы его полного имени. А также о том, что Путин речь о трагедии в Казани не произнес, он передал через пресс-секретаря Пескового соболезнования, но сам, по крайней мере, на данный момент никаких слов не сказал, потому что, мол, Путин это парад, а человеческие трагедии это зона ответственности губернаторов. Так, по крайней мере, считает политолог Дмитрий Орешкин. ГоссМИ России продолжает настаивать на том, что стрелки в школах это поколение геймеров, то есть те, кто увлекается компьютерными играми в этом последствии. Екатеринбургский политик Евгений Ройзман, которому, кстати, дали сегодня 9 суток за организацию акций в поддержку Алексея Навального, написал, видимо, до того успел в Твиттере, что парень в Казани стрелял не из интернета, а из ружья. А разрешение на ружье стрелку выдал Росгвардия. При этом все равно надо запретить не Росгвардию, а интернет и компьютерные игры. Или, как считаете вы? Росгвардия Локоть прижат полностью, вот, я держу одной рукой, мне вот не тяжело. Локоть чуть-чуть внутрь. Все хорошо. Стой. Прижал плечо. Все хорошо. Напливает. Вот все. Стали, ставили, опоминяли. Слабые руки тоже надо стрелять, это очень полезно. Небезпека від нашого сусіда, вона не мине в жодному випадку. Хоч вони концентрують на кордоні війська, хоч говорять про те, що їх відвели, хоч марширують парадами перемоги в Москві. Це все одна загроза для нашої країни. І, на жаль, так всю історію України тривало. І, на жаль, байдужим цей сусід до нас не буде ніколи. Тому, звісно, це все на противагу амбіціям імперським Російської Федерації. Це все на противагу ось цим ФСБ-шним керівникам цієї країни. Тут їх зустрінуть дуже тепло. І саме до цього ми готуємося. Це видео корреспонденти агентства Асоши-Айтед Прес сняли под Києвом в преддвері параду Побіда в Москві, т.е. буквально накануне, 8 мая, і на фоне скоплений российських військ на границі з Україною. Що, хоча в нову походу не вилилось, але хорошо продемонстрировало, як быстро у границ можуть оказатися війська. І вот, що в цій связі намерена предпринять українська політична організація «Национальний корпус», який в отчете о соблюденні прав человека в Україні госдеп США пару лет назвав групою ненависти за неоднократные произвольные задержания людей с очевидного согласия правоохранительних органів. Така була формулировка, отмечає це независимий український телеканал, громадське. Але це для справки. Можна, навіть, від цих определень абстрагуватися в даному власні, і просто подсмотреть на це відео, як на відео, як на снятох де-то на природі молодих людей, дуже різних, треніруючихся з деревянними, в тому числе ружами. Коє на вас це произвело впечатление? Що скажете? Як обычно, коментарий приймаємо під цим стримом в Фейсбуці і в Ютубі. Дякую за перегляд! Дякую за перегляд! Тоже, да, о том, какие все-таки удивительные люди бывают, европейские спортивные чиновники, способные люди. Вот глава Международной Федерации хоккея на льду, оказывается, даже подучил, выучил практически русский язык. Только за... только за что? Какие будут версии, как вы думаете? Жду их с недорупением. День Победы, День Победы, День Победы. Ну, потому что я каждый год, сколько себя помню, отмечаю этот день. Как меня приучили родители и деды. Поэтому даже во время пандемии, знаете, инфекции приходят и уходят, а победа остается. В моей семье все мужчины, отец, дедушка, двоюродные брата отца, прошли Великую Отечественную войну как солдаты. Для меня это важно. Моя бабушка русская была, да? И по дедушкой линии погибли в лагерях, где евреи был. И это важно для меня, чтобы мои дети понимали немножко, что было. Я сегодня здесь, в день годовщины Победы над гитлеровским фашизмом, благодаря в том числе усилиям советской армии. В день, когда здесь не видно представителей других политических партий, когда отсутствует федеральное правительство, что является пренебрежением к освобождению Германии и всей Европы от фашизма. Мы переживаем невероятную адаптацию истории. Теперь Освенцим освобождал не Советский Союз, а скорее США. Мне очень жаль, что в школах не преподают истину, а преподают оформленную под новую политическую программу историю. Правда вот то, что меня научит. Я как-то в это на все верю, думаю, что по-другому быть не могу. Каждый год меняется текст, меняется содержание того, что в России одно, в Германии другое. Правда где-то посередине? Да нет, в Германии каждый год разная, в России все-таки остается одной тоже. При Романовых переписывали историю Руси под себя, сейчас переписывают кто-то под себя что-то. Это хорошим никогда не заканчивается. История, она таких персонажей, как правило, очень сильно наказывает. Наш народ слишком хорошо знает, чему все это ведет. Конечно, вот эти вот все плакаты можем повторить, и вот это вот все, это неправильно. Потому что здесь, например, в Европе лозунг этого дня, вчерашнего дня, это не вида, ну, никогда больше. А у нас, в наших странах, это можем повторить. Из-за этого, конечно, очень грустно. Все праздновали этот день, как День Победы. Никакого не было Дня Сострадания, Дня Воссоединения, Дня Сочувствия, Дня Стыда. А был только День Победы. Да-да, День Освобождения. Это же новое определение в Германии. День Освобождения. Долгие годы во время моей молодости этот день считался днем безоговорочного поражения. Конечно, это праздник. Освобождение же должно праздноваться. До сих пор продолжается спор о том, что означает сегодняшняя дата – освобождение или капитуляцию. Одно название пришло с Востока, другое – с бывшей Западной Германии, так что сложно сказать. Прежде всего, мы здесь, чтобы сказать свое «нет» холодной войне между Россией и остальным миром. Была война немца, и немцы, которые натворили конкретно в России градияния, это были преступники. Сегодняшние немцы, родившиеся в Германии, никому ничего не должны. Они ни в чем не виноваты. И ни перед тем белой флаги не должны вывешивать. А если они хотят присоединиться к нашему празднику, то добро пожаловать. Кстати говоря, много немцев так и сделали. Это явное историческое искажение, когда дело доходит до приписывания вины Советскому Союзу за развязывание Второй мировой войны. Ведь это элементарно было не так. С нашей точки зрения, это исторически неверно. Гитлеровская Германия так или иначе развязала бы агрессивную войну вне зависимости от того, как ввел себя Советский Союз. Или еще один пример. Сейчас активно делается акцент на том, что война закончилась благодаря войскам союзников. Что, с одной стороны, абсолютная правда. Но уже совершенно не упоминается, как это происходило на самом деле. Что основной груз лег на плечи советских солдат. И что основные события, Сталинград и прочее, происходили на Востоке. Все эти факты как будто спрятаны в дальний ящик. Это ведь и есть искажение истории или даже ее фальсификация. Прежде всего, сейчас часто можно услышать, что план Барбаросса, план нападения нацистской Германии, был утвержден лишь с целью предотвратить нападение советских войск. Это просто полная чепуха. Таких успехов союзнические войска никогда бы не достигли без активного участия советских войск. Официальное отношение Германии к событиям Второй мировой войны видно на примере 21 июня. Этот день вообще не является особой датой в календаре. На этот знаменательный день даже не запланировано каких-то официальных мероприятий. Если такие вещи не являются частью политической повестки, то это не будет подробно объясняться детям в школе. И это ужасно. Каждый год 9 мая в Берлине выясняется что-то новенькое, какая-то новенькая повестка. Немножко, но тем не менее. За 4 года, что я здесь, Ост-Вест всякий раз снимает репортажи 9 мая, и всякий раз они получаются и похожими, и разными. В этом году превалировала тема, не дадим им, им, таинственным им, переписать историю. Решили на всякий случай проверить, как там действительно, в немецких, по крайней мере, школах, раз уж мы им, то, наверное, немцы, в том случае с Германией, как там обстоит дело с уроками истории. Знаете, результат оказался, мне кажется, довольно поразительным. В средних классах мы говорим о том, что случилось в период с 1933 по 1945 год. Как демократия Веймарской республики постепенно исчезла и сменилась национал-социализмом. Как власти соблазняли людей и давили на них, чтобы перетянуть на свою сторону. Как по кирпичику разрушали республику и выстраивали диктатуру. Как подготавливали войну и как уходили на войну. В старших классах, то есть в 11 и 12, национал-социализм рассматривают с точки зрения длящейся истории. То есть мы изучаем, как те прошлые события влияют на сегодняшний день. И вот уже три года, как война на уничтожение на Востоке является одной из обязательных тем на выпускных экзаменах в Берлине. Под Востоком подразумевается Польша и, конечно же, в первую очередь Советский Союз. У нас Вторая мировая война тоже тема занятий, но она скорее на втором плане. С точки зрения дидактики изучение военной истории больше не считается современным. Раньше этим больше занимались. Сегодня в центре внимания стоит вопрос, как эта война вообще стала возможной. Как ее готовили? Какие идеологические основания находили? Кто участвовал в подготовке войны, а кто, наоборот, пытался ее предотвратить? А чисто история войны, это касается и Первой мировой, отошла на второй план. В том, что школьник может назвать даты сражений и описать ход войны, нет образовательной ценности для детей и молодежи. А вот в исследовании массовых убийств и преследовании евреев, Синти и Рома, партизан, есть. Я обращаю внимание учеников на то, что война на истребление на Востоке – это особый феномен Второй мировой войны. И да, это была расовая война. Гитлер развязал войну и пытался, с одной стороны, истребить еврейское население, а с другой стороны, изгнать русских с их земли, потому что речь шла о том, чтобы расширить Левенсраум – жизненное пространство для немцев. То, что на уроках в первую очередь рассматривают роль западных союзников – американцев, британцев и французов – это пережитки Холодной войны. Западные союзники в фокусе внимания, и я согласен, что история России, если сравнивать с историей других союзников, скорее мало рассматривается. Я всегда подчеркиваю, что не было национал-социалистов, которые воевали со сталинистами. Так это старалось представить пропаганда с обеих сторон. Я всегда показываю как минимум две перспективы. Перспективу русских и, например, перспективу немецких солдат, которые пишут письма домой или записывают свои воспоминания по возвращении. Мне нравится строить занятия так, а не только говорить об идеологии, хотя и это важно, чтобы понимать, откуда идут корни расизма. Но я исхожу из того, что как минимум для 50% немецких солдат эта идеология не была слишком важной. Они были детьми своего времени. И также я думаю, что 50% советских солдат тоже не были пламенными сталинистами. Выбора не было ни у тех, ни у других. Надо было идти на войну. Конечно, нарративы меняются постоянно. История никогда не остается прежней во всех странах. В Германии так же, как и в России. Это странный вопрос. Я его еще никогда не слышал. Но это ясно и с научной точки зрения, и с точки зрения преподавания. Конечно, во Второй мировой войне совместно победили четверо союзников. Американцы, британцы, французы и русские. И об этом нет никаких разногласий. Я не верю, что можно одного из союзников поставить на отдельное место. Все четверо в равной мере внесли свой вклад. Американцы одни бы не справились, но и русские одни тоже нет. Один из наших собеседников, учителей истории, из Рейлен Пфальца. Другой из Берлина. Как считаете, возможно, это как-то влияет в том числе на восприятие тех событий? Что думаете? Для людей в Западной Германии, которые вообще живут на границе с Францией, союзники даже чисто географически, они как-то ближе, чем все, что угодно на Востоке. Другое по этому восприятие. Или тут не уместен географический подход и уклон, и не надо ничего пытаться объяснять. Можно только один взгляд на историю. Тема сложная, потому что каждый этот один взгляд, он примерно один. Но у каждого свой. Потому что итогами такого обсуждения, опять же, должно быть примирение и согласие. Иначе зачем это обсуждение начинать? Небольшое время сейчас вашим комментариям уделим. Да, давай послушаем, как наши телезрители обсуждают и какое у них мнение по поводу истории. Ну, я сразу не вижу примирения и согласия. Хотя, хоть о современных событиях речь, хоть о событиях далеко прошлого. Вот Саша пишет, как всегда, в Рашке борются с последствиями, а не причиной. Все школы проволокой и снайперами обгородят. Но это речь о Казани. Такое впечатление, что как будто о событиях 80 с лишним летней давности. Александр. Путин только там, где якобы в чем-то побеждает. Рядом с бедой и горем его никогда нет. Курск Будённый и Казань тому пример. Ну, Путин много раз произносил речи в моменты острых событий. Назовем это так. Это так? Достаточно ли тут этого? Тут речь немножко о другом, да, была. Комментаторы отмечают в многочисленных комментариях. Говорится о том, что в России любые завинчивания гаек всегда связаны с какими-то драматическими событиями. Беслан. Отмена губернаторских выборов. Один из самых ярких примеров. Хотя, казалось бы, какая связь. И перестали ли после этого происходить теракты, так словно отсутствие губернаторских выборов этому вообще могло помочь. Это вопрос открытый, на который какого-то вразумительного ответа мне никогда слышать, по крайней мере, не приходилось. Лесе пишет нормальное впечатление. Это об Израиле. Люди готовятся защищать себя и свою землю, к другим не лезут. Денис. Видео из берлинского трептов парка. Это мы уже переходим к обсуждению действительно исторических событий. Знаете, это никогда не лишнее сделать, потому что уроки истории никто не отменял, да, в широком смысле слова. Всегда все идет как-то по спирали и повторяется в какой-то степени, да. И вот наша задача, наверное, осмыслять это, да, для того, чтобы какие-то правильные выводы из этого делать. Видео из берлинского трептов парка, какая-то в канале, дети в пилотках крестятся, какие-то ряженые мужики и бабы. Ну, скажу так, постсоветские люди не очень умеют две вещи. Радоваться и носить траур. У нас нет как бы к этому привычки. Может быть, новое поколение что-то выработает другое в отношении праздников и в отношении траура. А когда речь идет о таких смежных событиях, потому что, как мы знаем, День Победы это праздник со слезами на глазах, сколько погибших, то тут вообще начинается путаница. И уж даже в меру, так сказать, своих возможностей. Я бы за это не сильно людей осуждала. Саша, меня удивляет, что на памятнике солдат в Берлине начало войны 41-й, а не 39-й год. Что не очень окей, Саша, чему вы удивляетесь, это советский памятник. Еще один Саша, другой Саша. Сначала скажите, нет войны в Украине, Россия агрессор в 21 веке. А с чего тут начинать? Мы уже сколько говорим про войну в Украине? Сколько она идет? С 14-го года скажите, нет сначала, скажите, нет потом. Может быть, с какого-то другого, наоборот, попытаться конца, с другой стороны, зайти на это и что-то изменить. Или не сработает. И потом сначала скажите, это кому вы обращаетесь. Александр, спросить стоит про развязывание войны поляков, что они пережили в то время с Востока и Запада своих границ в 39-м году. И что это изменит? Мы знаем, что пережили поляки в 39-м году и как страна была разделена. У поляков, поверьте, есть и свои сложные моменты в истории, в той истории войны в том числе. Если мы сведем дискуссию такого рода на тему того, кто больше виноват, почему, преподавание истории в школе как должно строиться? На том, кто больше виноват, кто сильнее пострадал, кто выиграл войну, кто был главный из союзников, как вот это должно происходить? Как выяснилось, этот вопрос открыт, причем для всех. И каждый считает, что немецкие учителя в школе, что мы с вами, что он-то точно знает правильный ответ. Или не все так считают. Думается, что это тот самый выпуск программы, что бы это значило, когда желание воскликнуть, да что ж такое, ничего позитивного. Это желание у зрителей возникало чаще обычного. И я понимаю, сама переживаю. Вот вам, пожалуйста, почти позитивное замок Дракулы 14 века постройки в живописной Трансливании. Почему позитивное? Потому что румынские доктора, видимо, шутки ради этого все устроено, предлагают именно там прививаться от COVID-19. Предварительная запись не нужна. Вакцину Pfizer тут же вколют кому угодно практически по выходным. Кому угодно практически. Это плохая новость, потому что она в том, что привиться-то на самом деле могут только граждане Румынии или, по крайней мере, обладатели вида на жительство в этой стране. Ну, не все, соответственно, имеют такую возможность. В смысле, это плохая новость для всех остальных. Если вы все еще против прививки, против вакцинации, если вас даже не убеждают многочисленные заявления тех же немецких чиновников о том, что именно жизнь после вакцинации будет хороша, потому что не нужно будет бесконечно сдавать все тесты, и наступит жизнь буквально с завтрашнего дня, с 13 мая. Если ты переболел, можешь это доказать, или, соответственно, если привился и можешь доказать, вакцины разрешенные в Евросоюзе, то можешь больше не сдавать тесты при посещении магазинов, а также не сидеть на карантине по возвращению с путешествий. Даже если это вас не убеждает, то, может быть, возможность совместить вакцинацию с увлекательной экскурсией подтолкнула бы все-таки вас к решению к вакцинироваться. Или... Вот вы умные люди, скажите мне, когда уже в Германии так будет. Ну вот так вот, при этом как-то верится с трудом, что совершенно задавленные, зашуганные и ковидом, и локдауном немцы в момент снятия ограничений вот именно так поступят. Так же массово, толпой, с песнями и танцами, без масок. Без масок, там мало кто был в масках в этой толпе, будут пить, танцевать, пить и так далее. Как вы думаете? Или. Или в момент, когда действительно скажут, все, все ограничения отменены, именно так и произойдет. Кстати, интересное последствие вот этого субботнего праздника, который проходил в Барселоне, в Испании. Барселонские больницы рапортовали, что по итогам этого праздника пациентов с интоксикацией, ну то есть с сильнейшим алкогольным опьянением, такими суровыми последствиями, было в 10 раз больше, чем пациентов с ковидом. Можно сказать, что главное вообще, главное в жизни это дезинфицироваться, как выясняется. Что думает об этом наш режиссер Сергей Финнс против него? Верит ли он в целительную силу дезинфекции? Более того, я скажу, что весь наш славный коллектив в это верит, потому что как раз за час до эфира мы все весело праздновали день рождения Кати, и мы дезинфицировались все с ног до головы. Но это уже совсем другая история, предлагаю перейти к комментариям, но по техническим причинам я буду должен тебе комментарии зачитывать. Нет, я их могу зачитать сама, у меня есть айпад в руках. Я вижу, что Людмила пишет мне, что мне не идут эти тени, и вы не знаете, Людмила, что вы сделали сейчас с нашим визажистом Дашей. Она надеялась на совсем другой эффект. Людмила, как вы так были жестоки к ней, я не знаю. Но Даша, как-то мне придется ее успокаивать, видимо. Другие комментарии все-таки по поводу видеороликов. Елена, русские умеют и скорбить, и радоваться, и прощать. Главное, они умеют помнить свою историю и свои традиции. Звучит это хорошо, но спорно. Каждый народ, наверное, так и себе с удовольствием бы сказал. У меня другие наблюдения, и не про русских я говорила, а про постсоветских все-таки людей, потому что что-то у нас общее есть. Вопрос пишет Яков, кто больше виноват? В родине стоит немцы, очищающие для себя или себя. В общем, немцы в этом вопросе вне конкуренции. В вопросе признания вины. Это правда. Я с Яковом, пожалуй, соглашусь. Вопрос все время ставится как бы заново. Это какой-то круг бесконечный, который никогда не может закончиться. Или все-таки может. Давайте на этом каком-то знаке примирения и согласия программу сегодня завершим. У нас действительно есть легкие технические проблемы. Мы очень старались, чтобы вы их не заметили. Особенно, конечно, старалась наша аппаратная. Представляю наших режиссеров еще раз. Сергей Финн, Катя Фисенко. Это программа «Чтобы это значило». Меня зовут Мария Макеева. Очень надеюсь на встречу с вами ровно через неделю в среду, сразу после новостей. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok